Всем привет, мои дорогие! С вами снова Юля с рассказом о своих любимых парфюмах. У меня их... Я считаю, что у меня их очень много, поэтому постараюсь вкратце рассказать о каждом, опять же, характеризовать, да, люблю, не люблю, чем какие-то основные ноты, направления аромата, то есть там фруктовый, цветочный, шипровый, да, все такое, вот, но ароматов много, и в принципе они у меня все любимые, все люблю, но какой-то больше, какой-то меньше, есть ароматы, в которых я ошиблась, их единицы, то есть они у меня стоят, и не пользуюсь я им каждый день, вот, опять же, аромат, раньше было время, когда я пользовалась каким-то одним на протяжении долгого периода времени, а сейчас я понимаю, что мне нужен каждый день аромат именно под настроение, может быть, даже это связано с одеждой, с той же самой прической, с макияжем, то есть как-то вот, например, моему мужу очень сложно меня понять в этом вопросе, он не понимает, зачем такое огромное количество парфюмов, когда можно пользоваться одним, но двумя или тремя максимумом, вот, ну, мы женщины, мы такие непредсказуемые, ну, давайте начну, наверное, я сам своих любимых, из того, что у меня есть, это вот, вот такой парфюм, он Диор, это пурпойзом эликсир, он вот с такой вот игрушкой, вот, очень мне нравится, это запах просто роскошный, просто сногсшибательный, такой сладкий, завораживающий, очень насыщенный аромат, то есть это эликсир, он воплотил себе все, здесь, значит, все нотки его предшествиями, как пурпойзом, он у меня тоже был, мне тоже нравился, но тот несколько легче, этот более такой роскошный, более насыщенный, то есть здесь для меня это аромат такой сладкой ванили, и еще чего-то, какой-то такой необыкновенной примеси, просто обалденный аромат, достаточно даже одного распыления, чтобы быть в центре внимания, очень нравится, люблю его. Следующее, что хочу показать, это, наверное, Трио, такое у меня, от Герлен, тоже очень люблю ароматы Герлен, они, наверное, на любителей, вернее, я даже сказала, на ценителя, потому что они классические, они такие, я даже не знаю, как это описать, но, наверное, все-таки это приходит тоже с возрастом, да, когда становишься старше немножечко, то есть это аромат не молоденьких девушек, это уже, но и не старых бабушек нет, и не женщин там в возрасте, то есть это ароматы, мне кажется, на все времена, я говорю о ароматах, значит, сначала у меня появился вот такой Линстант Мэджик, я не знаю, Лиланстант, как его, а кто, как его называет, вот, я почему-то его называю Линстант Мэджик, вот, это тоже, это, это ваниль, это чистая ваниль, роскошный запах, такой сладкий, шлейфовый, обалденный, то есть мне он очень нравится, опять же, одного нажатия на дозатор достаточно, иначе просто будет сногсшибательный, убийственный такой запах, вот, еще один такой момент, скажу, такой роскошный пузыречек, мне тоже очень нравится, такой момент, сразу скажу, да, что мои ароматы, как правило, в последнее время я покупаю, поскольку их много, стараюсь брать самый минимальный объем бутылочки, да, то есть флакона, 30 миллилитров, стандартно где-то так, да, если есть меньше, то беру меньше, но обычно 30, если нет, то 50, не беру я сразу, даже если аромат очень понравился, не беру никогда 100 миллилитров, потому что рискует надо есть, остаться недоиспользованным, вот, мне очень жалко, и поэтому если, если когда я использую объем 30 миллилитров, то есть мне захочется еще, я куплю еще, вот, лучше так, нежели покупать сразу объем 100 миллилитров, и мои родные и близкие это знают, и когда они мне делают подобные подарки, парфюмерные, то это объем не более 50 миллилитров, единственный аромат, который у меня был в объеме 100, это была Нина Ричи, поскольку это, я уже говорила, что это мой самый любимый аромат, Нина Ричи, премьер, жур, это моя любовь, а следующий из Мэджиков, это вот такой, ой, из Ланстана, это Линстан или Ланстан Мэджик, вот такой, это объем 50 миллилитров, здесь уже аромат такой вот пудровый какой-то, он тоже шлейфовый, для меня это тоже такое, почему-то пахнет фиалкой, не знаю, есть в составе фиалка или нет, но аромат немного отличается от своего предшественника, вот такого, вот, немножечко он такой специфический, но очень приятный, пудровый, шлейфовый, классная вещь, вот, очень частенько, но моя мама пользуется вот таким, ей он очень нравится, что она берет его, что еще покажу, вот такой вот, в этом году, буквально познакомилась с ним, Линстан Мэджик, или Ксир, или Ланстан Мэджик, не знаю, опять как правильно, поэтому прошу прощения за свое произношение, еще более насыщенный, более многогранный аромат, нежели вот этот, очень стойкий, и в то же время, вот, во всех трех есть какие-то общие нотки, но вот, вот этот эликсир, он самый такой, наверное, самый роскошный, самый вечерний, самый стойкий аромат из всех этих. Далее расскажу о аромате, который мне тоже очень нравится, это вот такой от Estee Lauder, это была лимитированная, лимитированный выпуск, называется Bali Dream, кстати говоря, три вот такой аромата, да, было Emerald Dream, Brazil Dream и Bali. Вот Emerald и Бразиль очень часто можно встретить в наших интернет-магазинах, то есть можно найти вот этот аромат, я этим летом просто искала его, потому что у меня был такой же вот 50 мл, я была в него влюблена, для меня это аромат, который ассоциируется с весной, то есть это почему-то тот период, когда цветут сады, цветут яблони, вишни, да, потом цветет сирень, то есть это вот этот вот период, когда там тюльпаны, нарциссы, почему-то это всё воплотилось в этом аромате, и с наступлением весны в этом году я просто начала поиск этого аромата по всему интернету, а к счастью я нашла его, нашла по, если раньше я его покупала, он стоил где-то полторы тысячи, когда, да, то вот этот флакончик я купила за 4 с лишним, то есть очень дорого как бы переплатила, но я очень довольна, то есть это безумно приятный аромат, то есть для меня это какой-то такой фруктовый запах, он слегка такой сладкий, он не слащавый, он очень нежный, он не приторно сладкий, а очень приятный такой сладенький аромат, именно какой-то такой фруктово-цветочный, а не цветочно-фруктовый, а именно здесь вот у меня фрукты на первое место выходят, вот, но это запах необыкновенный, он не сильно стойкий, нет, но можно его обновить в течение дня, но аромат просто потрясающий, я очень рада, что я его купила, вот я его использовала наполовину, опять же, он у меня ждет наступления следующей весны, то есть это аромат для меня не зимний, это именно такой весенний, летний запах, необыкновенный, это просто моя любовь, говорю, много очень времени потратила, чтобы его найти, но вот я своего добилась. Следующее, чем я пользовалась этим, им я пользовалась летом, это вот такой Ванитас от Версачи, или Ванитас, тоже как ударение поставить, смотрите сами, объем 30 мл, такой вот флакон, очень красивый, но аромат из линейки Версачи, они у них чем-то схожи, вот этот аромат, такой легкая такая сладкая нотка присутствует, он нежный, он свежий, и в то же время в меру такой сладенький, держится он долго, на мне он очень хорошо раскрывается, то есть мне нравится, нравится окружающим, как пахнет, очень его люблю, помимо того, что вот у меня такая вот водичка, я не знаю, Оде Парфан, то есть парфюмированная вода, я еще купила и гель для душа, и лосин для тела пользовалась, то есть мне вот очень он понравился, кстати говоря, несмотря на то, что у меня половина отдыхала в этом году в Болгарии, и в Дьюти Фри купила себе еще версию 50 мл, вернее объем 50 мл вот этого аромата, это уже говорит о том, что аромат запал мне в душу, очень приятный, очень его люблю, а следующее, это вот такой аромат, называется Бьюти, вот Кельвин Кляйн, это классический, наверное, больше запах, для меня этот аромат ассоциируется с самым началом весны, почему-то с 8 марта, с праздником весны, период, когда цветет, когда дарят друг другу мимозу, то есть почему-то у меня ассоциация именно с нотками мимозы, он очень приятный, хотя на многих сайтах и было такое, что говорили, что именно этот парфюм, он немного простоват, и нет в нем какой-то индивидуальности, я считаю, что это очень удачная композиция у Кельвин Кляйна, потому что вот многие ароматы, с которыми я знакома, они очень у него насыщенные, очень сладкие, в меру терпкие, вот этот аромат полная противоположность, но ничего лишнего, очень такой свежий, приятный, какой-то цветочный запах, мне он очень нравится, опять же, жду наступления весны 8 марта, вот почему-то пахнет он у меня именно началом весны, далее покажу вам вот такой аромат, это Golden Delicious от DKNY, Donna Karan, New York, это аромат такой, отличается он от всех яблочек, которые, да, особенно от зеленого, то есть в нем есть какая-то такая драгоценная нотка, сладкая, приятная, в меру такой, он с такой небольшой горчинкой, очень приятный, он, знаете, напоминает, когда-то я в студенческие годы пользовалась туалетной водой Avon Incondensens, или Incondensens, опять с ударением, который пахнет с нотками орхидеи, вот здесь тоже что-то такое есть, очень приятный, роскошный аромат, довольно-таки стойкий, очень он мне нравится, единственный аромат от Donna Karan, который я себе приобрела, и который вот, занял достойное место на моей полочке с ароматами, следующее, что покажу, это ароматы от Escada, у меня был ли все три, просто дизайн уже закончился, давайте расскажу об этих, значит, если линейка начинает, то вот этот аромат Incredible Me, самый сладкий, самый яркий, самый насыщенный аромат из всех трех, аромат сладкой ванили, что-то, какие-то нотки, шоколадные здесь улавливаются, то есть это такая парфюмерная конфетка, но тем не менее аромат очень приятный, он не приторно-сладкий, он какую-то свою индивидуальность имеет, и со временем, когда он выветривается слегка с кожи, он становится все нежнее и нежнее, вот, он мне очень нравится, очень я люблю его, вот, и с удовольствием пользуюсь. Пользуюсь именно вот в это время, потому что летом, мне кажется, он будет слишком таким сладким, а вот сейчас он очень даже, очень даже хорошо звучит в это время года. Следующий был похож на него дизайн, менее, менее такой он, менее сладкий, такой в меру, да, очень мне он нравился, и я вот решила купить, когда он был еще новинкой, в прошлом году, это абсолютный, опять же, 30 миллилитров, такой вот симпатичный флакончик, он немного отличается от двух сладких предшественников, здесь добавились более свежие нотки, тем не менее, какая-то такая сладость присутствует, но свежие ноты, при самом первом таком, когда вы распаляете его, первые нотки звучат именно свежие, дальше появляется сладость, он мне тоже нравится, но он почему-то все равно какой-то такой, вот этот запах летний, в отличие от предшественников, это для меня именно летний аромат. Субтитры создавал DimaTorzok